Работа в одной команде доказала свою эффективность. Городские власти и ТОСы будут и дальше плотно сотрудничать по всем направлениям. Такое решение приняли на совещании в городской администрации, подводя итоги летнего сезона. Именно совместное планирование и контроль стали ключевой составляющей масштабной за последние годы дорожной кампании. Об успешных итогах и грандиозных планах смотрите далее. 400 тысяч квадратных метров отремонтированных дорог, 54 тысячи квадратных метров тротуаров. Таков итог летней дорожной кампании. Подходы к школам и детским садам – особая статья расходов. На эти цели потрачено 100 миллионов рублей из городского бюджета. Причем все участки, где необходим ремонт, определяли сами жители в комплексных планах развития территории, представленных городским властям. В нашем районе объем работ по благоустройству тротуаров был проведен очень большой. Отремонтировано. Я сделала ямочный ремонт участка дороги улицы Южакова, что действительно это большое дело. Были сделаны тротуары по улице Щетинина. Отремонтирован тротуар на путепровод, что очень важно для того, что наши дети безопасно ходили в школу. Самое главное, что у нас сделали эту улицу Козленская, потому что давно уже было много жалоб по поводу нее. И тротуары. Вот как раз нечетная сторона. Мы как раз в КПРТ вносили это. И практически все то, что мы внесли в КПРТ, оно все выполнено даже больше. Таких масштабных дорожных работ в Вологде не было последние 10 лет. Для сравнения, если в 2009 году в Вологде ремонтировали только 9 километров автодорог, то в этом году почти 28 километров. Причем в первую очередь улицы Магистральные. Примерно такие же объемы работ запланированы и на ближайшие два года. Впервые процесс жестко контролировали не только городские власти, но и жители. Была выстроена целая система общественного контроля. Активисты ТОСов, студенты-дорожники, депутаты выезжали на место, общались с подрядчиками, вносили коррективы. Все делалось вместе и сообща. В итоге 80% предложений в Вологжан были учтены и просьбы выполнены. Когда мы поняли, что в этом году приоритет это все-таки дороги, тротуары и проанализировали те предложения, которые давали ТОС именно в этих направлениях, то у нас цифра даже была около 80%. Я думаю, что выражу общее мнение от всех руководителей ТОСов, от себя лично. Действительно, огромная благодарность администрации, команде администрации города Вологды за проделанную работу. Рекорды и в других направлениях, где город, бизнес и жители объединили усилия. 32 тысячи в Вологжан приняли участие в городских субботниках. На 7 тысячах квадратных метров клумб города высажены цветы. Появились десятки тысяч новых деревьев и кустарников. Совместная работа и по незаконной торговле. Только за последний месяц снесено 23 нелегальных ларька. Еще одно направление капремонт и домов. Здесь контроль со стороны жителей не оценим. Все это хороший задел на перспективу уверенной жителей и власти. Проблем очень много. Где двор надо сделать, где съезд, где освещение, где скамейку поставить. Поэтому вы все прекрасно понимаете, что за один год все проблемы не решите. Ни за два года не решите, ни за три. Поэтому я прошу сейчас еще раз посмотреть КПРТ внимательно. И мы ждем от вас конструктивного диалога. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Наша с вами задача сделать жизнь наших горожан комфортнее. Что поставить во главу угла в следующем году, именно это сейчас обсуждает внутри ТОСов. До конца года вновь будет проведена расширенная городская конференция, на которой жители представят свои предложения. Они и будут учитываться при составлении проекта городского бюджета на предстоящие три года.